О чем вы размышляете, стоя в движущемся лифте? Вряд ли о сроке его эксплуатации, графике планового ремонта или о надлежащем внешнем виде подъемника. Все эти вопросы мало заботят жильцов многоэтажек, но ложатся на плечи работников предприятия «Брестлифт». Здесь трудится больше 400 человек, каждый из которых обеспечивает безопасность и комфорт брещан. 122 человека занимаются техническим обслуживанием и ремонтом, а порядка 40 – заменой лифтов. Задач перед предприятием стоит много, и все они должны быть выполнены в срок. Основной целью работы «Брестлифт» является техническое обслуживание и ремонт лифтов, а также замена лифтов, то есть их монтаж и пусконаладочные работы. Кроме того, «Брестлифт» выполняет работы по обслуживанию и ремонту, диспетчерского контроля и систем автоматической пожарной сигнализации и противодымной защиты. В 2016 году было принято решение о реализации государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», в рамках которой осуществляется подпрограмма «Безопасный лифт». Ее цель – реализация комплексных мер по повышению безопасности при эксплуатации лифтов. В 2016 году эта программа начала исполняться и по сегодняшний день продолжает реализовываться. Конец реализации намечен на 2020 год. Всего с 2016 по 2020 год намечена замена 610 лифтов, отработавших нормативный срок службы, который составляет для лифтов Республики Беларусь 25 лет. Лифты, уже замененные в рамках этой программы, будут осуществлять эксплуатацию в течение уже 30 лет. В городе уже заменено 460 лифтов. На будущий год планируется увеличить эту цифру еще на 150. Маркой и лидером по традиции остается Могилев «Лифт МАШ». Сам процесс замены оборудования – процесс довольно трудоемкий и ответственный, говорят специалисты. Для того, чтобы заменить лифт, в среднем у нас приходится в размере полутора месяцев. Это от начала демонтажных работ по удалению старого уже отработавшего оборудования и до момента пуска его в эксплуатацию. Олег Наркевич на предприятии «Брестлифт» трудится с 1991 года. За свою жизнь мужчина заменил не один десяток лифтов, а починить аппарат сможет, кажется, с закрытыми глазами. Олег Валерьянович, несмотря на большой стаж, все время удивляется новым технологиям. А фраза «до чего техника дошла» с его уст звучала не раз. Вы знаете, лифты меняются, все меняется уже, прогресс на месте не стоит, скажем так. Поэтому и лифты новые идут, каждое что-то новое, новшество вводится. Поэтому надо и схемы читать, и документацию смотреть, как, что. На днях Олег Наркевич отметил 50-летний юбилей. Оглядываясь назад, брещанин признается, что ни за что не поменял бы свою работу. И дело не только в интересе к технике. Сложенная работа в команде и понимание с полуслова дорогого стоит. Тем более в такой травмоопасной профессии. Мы работаем на высоте, под напряжением, так сказать, связано с напряжением даже, на высоте. Потому что приходится менять. И вот замена направляющих делать, и все это, так сказать, кабину собирать, все это довольно-таки опасно. Тяжелого ничего такого нету. Тяжелое – это, вот так сказать, оборудование, скажем так. Они довольно нелегкие. Ребетка тяжелая, двигатель. Ну, все идут, направляющие тяжелые тоже, снимать старые, ставить новые. Это довольно тяжелое так. Ну, мы же мужчины, что там. Новые лифты в жилых домах оборудованы фотошторами, которые не позволят закрыть двери, если на их пути есть препятствия в виде какого-либо предмета. Позаботились разработчики и о камерах наблюдения, расположенных прямо в кабине. Так что теперь любителям порчи имущества придется не сладко. А работники Брест-лифт еще раз напоминают – исправная работа лифта – заслуга не только специалистов, но и самих жильцов дома.